На неделе вековой юбилей отметила дежурная часть УВД Казани. Праздник полицейские отметили без пышных торжеств. В стране трауры работу никто не отменял. Ее, к слову, много. В дежурную часть стекается информация о всех преступлениях и происшествиях, происходящих в Казани. И от ее сотрудников в немалой степени зависит задержание подозреваемых по горячим следам, а то и вовсе предотвращение преступления. Нафиса Минязова из места, где знают и видят, что происходит в Казани. Полиция, слушай вас. Ежедневно сотрудники дежурных частей Казани принимают порядка пяти сотен обращений. И это только в обычный будний день. По праздникам и во время масштабных массовых мероприятий. Их более тысячи. Полицейские должны не только моментально среагировать на сообщения, но и успокоить человека. Это служба 02, где в сутки приходят 400-500 сообщений от населения города Казани, где наши сотрудники 02 принимают сообщения, направляют его в отдел полиции, для принятия решения. Работают дежурные круглосуточно, и каждый из них знает цену неотвеченным звонкам и промедление с решением. Кому-то это может стоить и жизни. От них зависит, насколько оперативно наряд прибудет на место происшествия. Сообщение от граждан, пришедшие на единый номер 02, поступает вот именно в этот кабинет. Здесь находятся операторы различных наружных служб. Здесь ППС, ГАИ и Росгвардия. Затем в режиме онлайн на карте они выбирают ближайший к месту происшествия экипаж и направляют его туда. Тяжкие и особо тяжкие преступления берет на контроль начальник смены, чтобы раскрыть их по горячим следам. Рассказывают, самыми сложными для работы были 90-е годы. Из техники, телефон, наследие советского прошлого, лист бумаги и ручка. При этом снова реальностью пришел и вал преступлений. Как справлялись, говорят, вспоминать страшно. Сейчас же созданы все условия для оперативности. За последние 100 лет методика раскрытия преступления изменилась, технические средства совершенно изменились, которые дают нам больше возможностей, такие как радиосвязь, система позиционирования, возможность автоматической передачи сообщения и такая, как система видеонаблюдения. Отслеживая события в режиме онлайн, есть возможность это преступление раскрыть незамедлительно. С помощью системы видеонаблюдения порой удается даже предотвратить преступления. Сотрудники дежурных частей не выслеживают преступников, не участвуют в погонях, но зачастую именно от их взвешенных действий и быстроты принимаемых решений и зависят не только оперативные раскрытия преступлений, но иногда и жизни. Нафиса Миниазва, Адель Мулахметов, Вызов 112.